Вот, кстати, мой повседневный макияж. С какими продуктами именно я его делаю? Здесь у меня ECC крем, будет у меня тушь 5 в 1 от Oriflame, бальзам, конечно же, корректор от Oriflame, любимый консилер, хайлайтер, карандаш коричневый я буду от Avon использовать, также базу под тени. Не знаю, я даже когда тени не наношу, пользуюсь базой. Это у меня от Париса такой, от тонального крема остался, как колпачок, верхушка и здесь вот такой корректор, он очень плотный и им хорошо замазывать какие-то недостатки в виде высыпаний, там, прыщиков и всего такого. В общем, также фиксатор для бровей от Artvisage, румяные буду использовать такие вот в пыльном таком розовом оттенке. И не знаю еще, либо использовать буду карандаш для губ, просто на губы именно один карандаш, либо вот такой вот блеск буду использовать вместо карандаша, без ничего, просто сам блеск, не знаю, еще посмотрим. Так что вот такой вот мой повседневный макияж с такими продуктами. Расскажите вы, чем вы пользуетесь на каждый день, какие у вас есть любимчики. Вот опять у меня фасоль, как я и говорила, я ее очень обожаю. Просто сварила, стушила мясо и оставила все до сегодняшнего дня в холодильнике, сейчас разогрела с маслом и в принципе все. У меня сейчас такой здесь бардак, можно сказать, даже творческий, наверное, хаос. Я собираюсь снимать видео о фаворитах. Вот этого всего будет в моем видео о фаворитах, весенних фаворитах. Я пока красилась, села смотреть фильм. Кстати, подсказала девушка-блогер его, тоже в фаворитах упоминала этот фильм. Ну, как я знаю, она музыкант и фильм про музыку, в принципе. Называется «Одержимость». Я думала, это что-то там мистическое такое, но нет. Это просто творческая картина, связанная с музыкой и одержимость, в принципе, та вот в музыке и в славе, наверное. Но так сам по себе фильм неплохой, смотрю с удовольствием. Сейчас сниму видео и буду досматривать его. Расскажите, что смотрите вы, потому что я ищу какие-то новинки, чтобы посмотреть что-нибудь интересненькое. Ну, вот если у вас есть что-то, напрямите, посоветуйте в комментариях. Буду очень этому рада. Готовлю себе фасоль. Как вы уже знаете, я очень ее люблю, просто обожаю. Купила такую недавно вместо белой. Хочу попробовать. Я уверена, она такая же будет вкусная. И здесь у меня варится бульон. Буду делать обычный такой легкий супчик. Здесь у меня на столе такой хаос. Я как раз на зажарку вот сделала лук и морковку. Буду делать салат дальше. Замариновала лук на салат и буду жарить себе яичко с маринованным луком. Очень люблю. Именно маринованный лук с яйцом вообще классно. У нас на улице сейчас жарко очень. Я не знаю, будет меня слышно или нет. У нас уже жарко. Вот такая вот у нас зелень появилась первая. Уже некоторые деревья даже пораспускали почки. На некоторых деревьях уже цветочки есть. В общем, птички поют. Все так цветет и пахнет. Все красиво. Обалдеть. У меня, кстати, на окне стоят две луковицы такие. Я их проращиваю, если это так можно назвать. И ела как-то авокадо. Решила просто вот эту косточку. Поставить в воду. Думала, может, прорастет, но она уже долго стоит. Никак не прорастает. В общем, я думаю, наверное, выкинули с горона. Хочу показать вам вот такую вот прикольную игру. Скачала ее по совету моего парня. В общем, он ее попробовал. Ему очень понравилось. Он под впечатлением пришел домой и рассказывает мне. Я без особого какого-то энтузиазма скачала ее, начала пробовать. И какое было мое удивление, что игра очень прикольная. Игра такая вот занимательная. Здесь есть еще, кстати, как песенка, что ли, к этой игре. Очень такая прикольная песенка. Субтитры сделал DimaTorzok Вот она я. Сижу, кстати, монтирую влог и вспомнила почему-то о Эйвам, но не в плане там заказывать что-то заново захотелось. Нет, я просто недавно начала. У меня в запасах лежал вот такой бальзам. И когда начала использовать, я вспомнила его всякие приятные свойства, запах и то, как он лежит на губах. Все это меня окунуло в воспоминания, когда я пользовалась первым тюбиком. Мне очень нравилось им пользоваться. Короче, я его решила заказать по новой. У меня знакомая занимается Эйван. И в онлайне я обрыла все каталоги, которые есть. Сейчас седьмой идет, по-моему. Я уже посмотрела восьмой, девятый и десятый. Нигде его нет. Это, в общем, просто какое-то расстройство для меня. Вот ничего, конечно, другого я не заказываю. Кстати, нет. Заказ хочу сделать вот этой туалетной воды. Я давно хотела ее подарить парню своему. У него, кстати, вот в июне день рождения. И решила все-таки приобрести, кстати. Она не очень даже дорогая. По-моему, по седьмому она что-то за 300 рублей идет. В районе 300 рублей. Именно вот эту вот фиолетовую версию. Когда-то давно я ее тестировала. И она мне очень понравилась по своему запаху. Искала я вот этот бальзам, но заказала вот эту туалетную воду. И в итоге этого бальзама нигде нет.